Город Куровской, улица Коммунистическая, дом 49. Девятиэтажная новостройка с улучшенной планировкой. Для некоторых это мечта купить жилье в таком доме. 17 квартир были отданы семьям-переселенцам из ветхого и аварийного жилья. В их числе и семья Ломоновых. Вот только их мечта пожить в хорошей квартире треснула уже через год. На строительство этого дома ушло чуть меньше двух лет. Расположился он на окраине города. 17 квартир администрации городского поселения Куровское выкупило для переселения из ветхого и аварийного жилья. Из барака в центре города сюда переехала семья Ломоновых. Им досталось квартиры на последнем этаже. Но не прошло и года, как начались проблемы. Туалет. А здесь тоже, да, там беда? Там большая беда. Это уже просто к соседям льется все это. Протечки возникли сразу в нескольких местах. В ванной, туалете, прихожей и большой комнате. Первые письма в адрес застройщика жители дома направили еще в ноябре прошлого года. Были жалко. Мы еще, вот я говорю, перед Новым годом. Но ударили морозы. Невозможно было ремонтировать такие вещи по технологическому процессу. Поэтому обещанные работы до 16 декабря так и не были выполнены. Хотя стрелка термометра в этом месяце опускалась максимум до минус семи. Протечки начались практически у всех жильцов верхнего этажа. Тем временем жители девятого этажа по очереди бегают на чердак выливать переполненные ведра с водой. А заодно и проверить, не появились ли новые протечки. К решению данного вопроса подключилась администрация Орехово-Зуевского района. Первым делом были поставлены заплатки на кровли. В квартире семьи Ломоновых застройщик сделал небольшой ремонт. И пока новых протечек не появилось. Также комиссия в составе администрации района, города Куровское, компания застройщика и управляющей компании осмотрела чердак. Это старые протечки. Да ладно, не может быть. Ну кровлю пропиталось. Там утеплитель лежит. Хорошо, вот с этим что вы сделаете? Здесь пропиталось. Что мы сделаем? Вот у нас, смотрите, у нас не лопнет, не обрушится. Аккуратно усиление сделано. Чтобы провести капитальный ремонт кровли, уже закуплен весь необходимый материал. Но приступить к работам не позволяют погодные условия. Да, были нарушения ковра. И нашими работниками был произведен кровлю. Мы приготовили материал для капитального ремонта кровли. Но ждем вот сейчас благоприятных погодных условий. Сейчас вот идет снег, но чуть-чуть попозже будут. И мы еще одним слоем ковра покроем кровлю. За качеством выполненных работ будет следить администрация Орехово-Зуевского района, которая взяла этот вопрос на особый контроль. Администрация Орехово-Зуевского муниципального района после того, как будет произведен ремонт кровли, после того, как будет произведен ремонт в квартирах, естественно, опять приедет. И совместно с представителями городского поселения Куровского, управляющей компанией застройщиков, в присутствии жителей, опять вместе с вами, мы пройдем по всем квартирам, пройдем по кровли и посмотрим, что застройщик свои обязательства выполнил, не выполнил, и какие еще претензии будут у жителей к застройщику и к управляющей компании. В трех квартирах был составлен акт нанесенного ущерба. Необходимый ремонт в них будет произведен, как только решится вопрос с кровлей.